Как вы уже наверное поняли, декабрь это такой месяц планирования, внесения, обсуждения изменений для украинских беженцев по всему Евросоюзу. Помимо Польши и Германии на данный момент внесением изменений в закон о защите украинских беженцев занимаются также в Чехии. Поэтому сегодня поговорим о самых существенных изменениях в Чехии и что же изменится для украинцев в Чехии. Обязательно пишите город, с которого вы смотрите канал, подписывайтесь, а я рассказываю. Начинаем! Итак, в Чехии также готовятся ввести изменения в закон о защите украинских беженцев. На данный момент поправки уже одобрены правительством и ожидают рассмотрения в парламенте. Одно из важнейших изменений в Чехии это изменения о продолжении временной защиты и ее повторном предоставлении. Именно так сообщается на сайте МВД Чехии. Что нужно знать о продолжении временной защиты в Чехии? Продолжить временную защиту в Чехии могут украинцы, которые имеют действительный статус временной защиты. Это можно будет сделать только онлайн. В начале 2023 года будет запущен специальный сайт для регистрации на продолжение временной защиты. На эту процедуру отводится срок с января по 31 марта 2023 года. При регистрации онлайн вам нужно будет указать место вашего проживания в Чехии, в Чешской Республике, и школу, где учится ваш ребенок. После регистрации украинцы зарезервируют время личной встречи в Департаменте по делам иностранцев и миграционной политики МВД. После регистрации онлайн статус временной защиты будет продлен до 30 сентября 2023 года. Для того, чтобы беженцы из Украины имели достаточное количество времени для посещения отделения и предоставления необходимых документов. Уже в отделение украинцев вклеят визовую наклейку, и таким образом статус временной защиты будет продлен до 31 марта 2024 года. Процесс продления временной защиты будет бесплатным. Еще раз напоминаю, сейчас мы говорим о Чехии. Если вы не успеете зарегистрироваться онлайн для продления временной защиты до 31 марта 2023 года, ваш статус временной защиты закончится в этот день. В таком случае вам необходимо подать повторное заявление на получение временной защиты. Именно так предупреждают украинцев. При получении защиты повторно в Чехии льготы не сохраняются. Повторно поданное заявление на временную защиту в Чехии не распространяется на новое право на льготы. Если вы уже использовали их один раз, во время последующего предоставления временной защиты они не возобновляются. При получении повторно временной защиты вы остаетесь в той ситуации, в которой находились в последний день первой предоставленной временной защиты. Обращают внимание на информационной странице для украинцев в Чехии. Отмечается, что если украинец получит временную защиту повторно, он останется в том состоянии, в той позиции, в которой он отказался от защиты. То есть по сути он просто получает право на пребывание. К примеру, не восстанавливается право на компенсацию государственного медицинского страхования. Это вся информация, которой я хотела с вами сегодня поделиться. Не забывайте подписываться на канал, оставлять свои реакции и комментарии. Делитесь этим видео в своих социальных сетях.